Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У автора непростая жизненная ситуация произошла в детстве, в период школьного обучения. Трудная жизненная ситуация в семье и в общем и целом, скажем так, это трудная жизненная ситуация, она продолжилась в, собственно, самой школе. То есть автор вопроса пишет, что ей очень-очень нелегко было в школе. Вот, автор вопроса пишет, что в школе ей приходилось очень не сладко, из-за, ну, опять же, по причине проблем, которые у нее были дома. Вот, и, собственно, из-за этого имеет место обида на преподавателя, вот, хотя прошло уже много времени, вот, все равно обида осталась. Значит, смотрите, что я вам скажу здесь. Значит, во-первых, болезненно-уязвимое состояние, которое вы испытывали, всегда, испытывали, вот, тогда, в то время. Это нормально, абсолютно нормально, что, ну, что вам, вот, скажем, скажем так вот, было, ну, как-как, не по себе, да, абсолютно нормально, то вам, значит, ну, тяжело было и абсолютно нормально, что, вот, как бы, ну, хотели вы какой-то помощи, да, хотели вы какой-то поддержки, вот, но поддержку вы по факту не получили, не получили. Вот, и, естественно, естественно, из-за этого переживать, естественно, из-за этого, как бы, ну, вот, чувствовать, ну, какой-то негатив, какой-то негатив. Это нормально. Вот, вы оказались в болезненные ситуации, вы оказались в неприятные ситуации, вот, во многом вы оказались в кризисной ситуации, во многом вы оказались в кризисной ситуации, и так далее. Вот, то есть это, конечно, тяжело. И в этом, в этом смысле, в этом смысле, конечно, можно говорить о том, что вам было трудно, и боль, вот, ну, боль какая-то, да, она, естественно, осталась, она, естественно, есть, и, и, ну, не иметь, как бы, возможности ее выразить, да, не иметь, не иметь возможности, как-то вот, эту, эту обиду, эту боль, прошить, пережить, отреагировать, она, это, конечно, вне всякого сомнения сказывается, вот, то есть это, опять же, ну, история более чем адекватности. И, первое, что, на мой взгляд, первое, что, на мой взгляд, вам нужно сделать, это, конечно, прожить свое состояние, болезненность, выразить ту боль, которая у вас, вот, ну, имеет, имеет место быть, ээээ, отреагировать с ее, вербализовать с ее, эээ, настолько, вот, насколько вы, ну, как бы, можете, вот. Сейчас это все, в вас, ну, находится, вот, в вас, внутри, и вас это разрушает, разрушает, вот. Невыражено, невыражено, невысказанное обиды, значит, ну, на, значит, Ну, на человека, на преподавателя, то есть это вот всё, конечно, какую-то вот, значит, существенную роль играет. Это, ну, с одной стороны. С другой стороны, факт того, что вот столько лет, значит, прошло, да, прошло, ну, большое количество лет, судя по тому, что вы пишете, факт того, что прошло большое количество лет, вы до сих пор об этом помните, факт того, что вы описываете это так, как будто это было вчера, то есть мне показалось, из вашего, ну, из вашего текста мне показалось, что вот прям буквально вот это было недавно, а вы пишете, что как бы прошло, ну, прошло уже много лет. Так вот, факт того, что прошло много лет, а вы помните об этом до сих пор, говорит скорее именно о том, что для вас это актуально. Вот, вот, для вас это актуально. И, поскольку раз для вас это актуально, то получается, что вы, ну, как бы этим живёте. А раз вы этим живёте, то получается, что для вас это, ну, как бы одно из самых таких актуальных переживаний. Для вас это, для вас это, ну, по сути, актуальные эмоции, актуальные чувства. Вот. И, как мне кажется, это связано в какой-то степени с тем, что вы, ну, вот, не чувствуете, значит, свою реализованность. Вот. Понимаете, да? То есть у вас нет вот реализованности. Вы не реализованы. Вы не реализовываетесь, как бы. То есть для вас это вот позиция такая, скажем так, состояние такое для вас, да? Оно, это состояние, ага, как бы, ну, ну, оно естественно. Связано это с тем, что вы не реализованы, как я уже сказал. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, ну, нужно, конечно, на это вот обратить внимание. На то, насколько, вот, вот, насколько, ну, насколько вы реализованы. То есть насколько вы, ну, как бы актуально, да, раскрываете, вот, свои, ну, возможности, свои желания сейчас. Вот. Это очень важный момент на самом, на самом деле. Потому что если этому вы не уделяете внимание, если вы не реализовываете, то, естественно, вы будете, вы будете, как бы, ну, вы будете переживать по этому поводу. Вот. Вы будете, ну, как бы, беспокоиться по этому поводу. Вас это будет, вас это будет, как бы, вас это будет тревожить. Вас это будет напрягать. То есть это, вот, вполне, как бы, ну, вполне нормально. Вот. Вполне нормальная история. И, соответственно, ну, нужно на это, нужно на это обратить, обратить ваше внимание, конечно, конечно же, в первую очередь. Вот. Понимаете, да? Нужно обратить на это внимание. Вот. Нужно с этим, ну, тоже обязательно, обязательно поработать. Необходимо с этим поработать. Вот. Значит, следующий, следующий момент, следующий аспект, на который хочется обратить, ну, обратить внимание, да, следующий, следующий аспект. Заключается в том, следующий аспект заключается в том, что вам, по-видимому, по-видимому, чем-то выгодно такая, ну, такая ситуация. То есть, такое состояние, когда вы выгодно, ну, когда вы обижены, точнее, когда вы обижены, чем-то выгодно для вас. Вот. Вот. И это очень тоже важный момент на самом деле. Вот. Дело в том, что практически, практически всегда, значит, обиженный человек, человека, который обижен, он всегда имеет какую-то выгоду из этого. Вот. Он всегда получает что-то. Что-то. Вот. Понимаете? Понимаете, да? И до тех пор, пока вы, значит, ну, пока вы что-то получаете, пока вы что-то извлекаете для себя из этого. Я думаю, что вы тоже, вы также, ну, будете вот в этом смысле обижаться, потому что, ну, как бы для вас это вот, ну, как бы актуально для вас это. Как бы оправдание для вас это разрешение, вот, по большому счёту, по большому счёту, вот, на то, чтобы вот, ну, как бы ощущать, да, на то, чтобы чувствовать, чтобы позволять себе ощущать, то, что вы, то, что вы чувствуете. Вот. Такой здесь, такой здесь есть момент, такой здесь есть аспект, как мне кажется. Вот. И, соответственно, так это вот примерно, плюс-минус работа. Обиды опускаются, опускаются проживанием, то есть, ну, чем, чем вот, чем лучше вы, значит, проживёте свои чувства, в том числе обиды, да, чем лучше вы, значит, проживёте свои чувства. Вербализуйте свои чувства, свои обиды, чем лучше их выразить, выскажите. Вот. В принципе, можно делать это посредством, например, техники, ну, горячего стула. Вот. То есть, тут-вот. Такой вот есть момент, то есть, это такой способ. Вы можете это сделать, вы можете этим заняться. Вот. Есть и другие моменты, конечно, есть другие способы. Вот. Ну, а то, о чем я говорил, является таким, таким, так скажем, ну, самым популярным, да, можно так сказать. И, ну, если применять это непосредственно к тому, что вы говорите. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот, значит, примерно, примерно. Такой ответ я мог бы вам сейчас дать и мог бы вам сейчас предложить. На этом, пожалуй, всё, что я хотел бы сказать сейчас, ну, как бы, с точки зрения, значит, ну, с точки зрения психологии, да, с точки зрения, с точки зрения психотерапии. Вот. А вам нелегко пришлось, значит, к вам, конечно, много сочувствия, много сочувствия к вам, много, ну, не жалости, да, вот, именно сочувствия, сочувствия, что вы вот так. Как бы, ну, как бы, ну, оказались вот в такой ситуации непростой, непростой для себя. Вот. И, конечно, я сочувствовал. Но в то же время я думаю, что вы понимаете, что вот жить вот так вот, жить в таком, ну, в таком состоянии, да, жить в таком, ну, в таком положении, скажем так, достаточно тяжело, достаточно трудно. А с этим, в общем и целом, на мой взгляд, совершенно определенно и совершенно точно нужно что-то делать. Потому что само по себе, само по себе вот такое состояние не пройдет, само по себе такое состояние не исчезнет, оно не проходит. Если бы оно могло бы исчезнуть, если бы оно могло бы пройти, да, то, ну, оно бы, как мне думается, прошло бы лучше. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Поэтому самостоятельно вы не справляетесь с этим. А значит нужна помощь, вот, значит нужна помощь вам специалиста, вот, который бы помог в данном случае. Вот. И в целом, значит, проблема решает. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, да, ну, хотите ли вы этого. Вот. То есть хотите ли вы реально над собой работать. Вот. Если хотите, то в качестве, в качестве такой вот, значит, ну, в качестве первой задачи, в качестве первого шага, я бы предложил вам сформулировать обратную связь, вот, на мой ответ. Это позволит вам, ну, как бы, сформулировать, опять же, базовые такие, базовые постулаты. Для психотерапии, вот, это позволит вам лучше себе разобраться. Это позволит вам лучше себя понять. Это позволит вам лучше увидеть то, что вам хочется. Вот. И, соответственно, решить, как бы вы хотели двигаться дальше, вот. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok